Заявление Соединенных Штатов день от дня становится все жестче. Не только тональность, но и лексикон меняется, выходя за рамки принятых в дипломатии формулировок. Если в начале конфликта Госдепартамент и Белый Дом сдержанно говорили об обеспокоенности, тревоге, призвали к миру, то теперь уже не выбирают выражений. Чего только стоят слова Мартина Демпси, главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов, который накануне прямо заявил, в случае необходимости США готовы дать военный ответ. Нет. Что это? Просто риторика или последнее предупреждение? Об этом спросим у собственного корреспондента Интера США Дмитрия Анопченко. Он сейчас на связи со студией из Вашингтона. Дмитрий, приветствую тебя. Скажи, насколько серьезно вот это заявление Пентагона, которое сейчас цитирует информационное агентство, собственно, где оно прозвучало? Андрей, заявление более чем серьезное. Насколько эта ситуация видится из Вашингтона у станы генерала Демпси. И Соединенные Штаты попытались дать очень четкий месседж и России, и Украине, и своим партнерам по НАТО. И то, что не скажешь во время официальных переговоров, глядя глаза в глаза, было озвучено в официальном интервью. Ну, давайте сейчас увидим, как это происходило. Глава комитета начальников штабов генерал Демпси дал достаточно продолжительное интервью. Он общался с журналистом PBS. Украинскому зрителю это название, в принципе, наверняка ничего не скажет. Мы больше к CNN привыкли. Ну, вот для американцев PBS, Public Broadcasting Service, общественное телевидение, источник информации весьма авторитетный. Много лет подряд опросы социологов показывают, что именно PBS жители штата верят больше всего. Ну, верят даже больше, чем судам или президенту. Его программы тщательно мониторят зарубежное посольство, чтобы понять, что на уме у американской администрации. Ну, и вот именно в интервью PBS генерал сделал следующее заявление. Мы пытаемся послать четкий сигнал России не нагнетать ситуацию дальше в Восточной Украине и позволить создать условия для урегулирования ситуации в Крыму. А еще мы посылаем месседж странам НАТО. Это их обязанность в такое время, как сейчас, еще раз заверить в их поддержке. И те войска, которые мы отправляем сейчас к берегам Балтики. Те самолеты, которые направлены в Польшу. Те военные корабли, которые вышли в море. У нас есть обязательства перед союзниками по НАТО. И если договор будет задействован, мы ответим. Для традиционно сдержанных военных настолько откровенные заявления это уже очень-очень много. Какие еще рычаги влияния на Москву, кроме военных, есть сейчас у Вашингтона? В этом мы разбирались на текущей неделе. И все ответы далее в сюжете. Отсюда, с Капитолийского холма, видны все три здания, где ключевые политики. Практически каждый день делают заявления об Украине. Вот совсем рядом, Белый дом. Ни один брифинг пресс-секретаря американской администрации не обходится в последнее время без обсуждения крымского конфликта. Да и Барак Обама в своих речах упоминает Украину чаще любой другой страны. Чуть дальше, в двух кварталах от него госдепартамент, где с темы Украины, не дожидаясь вопросов, привычно начинают ежедневные пресс-конференции. Ну а направо Конгресс. Тут ведут свою игру. И заявления порой звучат куда более жесткие, чем те, которые может себе позволить администрация Обамы. И во всех трех зданиях уверены, у Запада хватает рычагов влияния на Россию. И главные из них – экономические санкции, визы, удар по престижу и энергетика. Мы требуем санкций, скандируют у стен Белого дома живущие в США украинцы. Не прислушаться к ним тут не могут, ведь в отличие от стран Европы, где наши соотечественники в основном на заработках, в Америке они, в большинстве своем, граждане, а значит избиратели. Отмена виз – первое, с чего начал официальный Вашингтон. Об аннулировании права на въезд для украинцев и россиян, причастных к эскалации ситуации в Крыму, было объявлено на этой неделе. Мы вводим визовые ограничения для тех, кто ответственен за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Но в Белом доме на этом не остановились. Барак Обама подписал специальный документ, который дает правительству дополнительные полномочия, в том числе инициировать арест счетов и имущества людей, которые попадут под действие санкций. Расчет прост. Вслед за уже оглашенными фамилиями Запад может начать замораживать все новые и новые активы, выведенные когда-то за рубеж. Бизнес в этих условиях тоже попытается вывести деньги из страны, попавшей под прессинг. А в условиях оттока капитала ни о каком росте экономики не может быть и речи. Звучит устрашающе. Вот только эксперт из авторитетного фонда Карнеги не уверен, что это эффективно. Ведь мало кто из нового черного списка на самом деле держит деньги в США. Да и недвижимостью тут владеют немногие. Президент вряд ли номинирует Путина на Нобелевскую премию. Если встанет вопрос об исключении России из большой восьмерки, это может сработать. Ведь русские так беспокоятся о том, чтобы оставаться сверхдержавой, быть игроком на международной арене. Еще один заявленный механизм влияния – экономика. Давление на рубль в условиях, когда он и без того девальвирует, может привести чуть ли не к обвалу. Торговые санкции тоже способны стать ударом. Если минимизировать деловые контакты с Россией, США и ЕС лишат сообща. У президента Путина, вероятно, другие юристы. Может быть, у него другой набор интерпретаций. Но я не думаю, что это может кого-то дурачить. Вот только у экспертов снова возражение, мол, Европа разобщена. Даже Германия настолько зависит от российского рынка, что торговые санкции поддержит вряд ли. Давление в области экономики на самом деле очень ограничено. Поскольку, если США хотят ввести по-настоящему действенные санкции, европейские партнеры тоже должны быть с нами в одной лодке. Но, насколько я понимаю, у нас нет с ними единой позиции относительно санкций. Что может ударить по амбициям Кремля куда больше санкций, так это ослабление позиций в мире. Если Обама и лидеры стран ЕС пойдут на исключение России из Большой Восьмерки, Путин будет очень уязвлен. Если русские о чем-то и беспокоятся, так это их позиция в мире. Стране важно оставаться серьезным игроком на международной арене. И этим в Вашингтоне могут воспользоваться. Еще один способ обсуждают сейчас в Конгрессе. Кремль силен благодаря монопольным позициям на рынке поставок голубого топлива. Но есть альтернатива – сжиженный газ. В США эти технологии развиваются невероятно быстро. А конгрессмены сейчас то и дело обсуждают свежие законопроекты, чтобы снизить энергозависимость от Москвы и не только собственную. Финансовые санкции, торговые санкции, визовые ограничения. Но самое важное, что мы можем предпринять как страна – это сделать так, чтобы Европа получала газ из США, чтобы заменить российские поставки. Мы уже думаем о вариантах. Европа сможет усилить свою позицию, в том числе и по поводу санкций, и принудить Россию освободить территорию Украины. Но еще как о средстве давления на Россию, в Вашингтоне теперь уже говорят о возможности снова начать разворачивать комплексы ПВО в Восточной Европе, от которых отказались, не желая портить отношения с Москвой. Ну и последней крайней санкцией Вашингтона может быть использование военных. Я еще раз хочу вернуться к началу нашего разговора, к словам генерала Демпси, который сказал, что здесь, в Вашингтоне, особо обеспокоены возможностью распространения конфликта на восточной области Украины. Если это случится, то, по всей видимости, Соединенные Штаты и задействуют всю тяжелую артиллерию своих санкций. Андрей. Спасибо. Это был Дмитрий Анопченко из Вашингтона.